Христианам в виде облака, вот при Моисее. Моисей разговаривал с Господом, Господь был тогда в облаке. Может быть это имеется ввиду? Так, еще? Да. Я думаю, что он всегда был, вел их ночью в облаке, в облаке, в столбе. И днем в облаке вел их. Постоянно был с ними. Да. Ну и так? Я прослушала, что вы читали вначале. Первый стих, повторяю. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Ну, во-первых, какое облако и какое море? Про какое море и про какое облако говорит апостол Павел? Что читаете? Десятая глава, первое послание апостола Павла Коринфянам, первый стих. Есть? Да? Ну, когда Господь выводил евреев из Египта, то они прошли через море. Это их не было крещение. А в воде шли они через... Они шли-то по пустыне, до моря-то еще. Надо было идти. Сорок лет. Нет. А когда они выходили, море-то растутилось, они прошли. Они же проходили. До моря-то они шли еще по пустыне. А ночью под облаком шли. А ночью у Вадима и Брабана уже... Вот, днем они шли под облаком, а ночью огненный стол посвящал им. А еще дальше... Присутствие Божье всегда было в облаке и в огненном столпе ночью. А здесь море, конечно, черное море. Они вот прошли через это как посуху, пешешествовал. Ну, еще это облако, оно всегда сопровождало людей. Ведь, смотрите, вот когда Соломон построил храм, то Господь как вошел в храм? Облаком. А на Фагоре как явился Господь? Опять же, облаком. То есть всегда в облаке. А как в жизни мы это видим? Вот сегодня рассказывал Игнатий Тихонович. Помните, крещение у нас. Он рассказал только про одно крещение. Это Валентина, Сортисон и Тамары. Что было? Облачность. Вот такая была облачность, и вдруг вот как раздвинуло. И мы это наблюдаем всегда во время крещения. Это не один раз вот только было. Мы всякий раз. То есть облаком является Господь. А Господь вознесся как? На облаках. То есть оно всегда. А придет как? Тоже на облаке. На облаках. Так что облако – это большой знак. Да. Он даже как бы символизирует присутствие Господне среди нас. Не знаю. Я вот лично пасмурную погоду больше уважаю. Себя чувствую лучше, чем вот когда солнце палит. Я, Середа, чего хуже. Что нам Ферфилакт Болгарский предлагает в толковании этого первого стиха? Перечисляет, скольких даров удостойны были иудеи от Бога. И объявляет, что и после этих даров многие не угодили Богу. Говорит же это с целью доказать, что как иудеям не послужило в пользу получение обильных даров, тогда как сами они не выполнили своего долга, так и вам не принесет пользы то, что вы уверовали и удостоились духовных таинств, если вы не представите себя достойными благодати Божией. Все были под облаком выделены, ибо Бог простер облако по кровам над ними, и они прошли через море. Исход 13 глава, 21 стих, 14 глава, 22 стих. Как к нам касается это толкование, этот стих? Мы всегда говорим, что Слово Божие живо и действенно во все времена. И что апостол Павел написал это не только Коринфянам, это Он к нам написал в нашу крестную надвиженскую общину, до каждого присутствующего здесь, и не присутствующего тоже. Как к нам это касается, то, что вы сейчас прочитали? Мы под облаком? Да. Под облаком благодати Божией всегда. Господь нас хранит еще до сих пор. И у нас над нами мирное небо. Пусть оно будет облачным, но пусть оно будет мирным небом. А там, где проливается кровь, это уже страх. И люди, которые уходят из этой земной жизни, есть самое страшное, что они уходят, многие из них оставшись неверующими, или не познавшими истинной веры. Вот что самое страшное. А еще страшнее, когда мы познали истину, а потом говорим, что мы ее не знаем, что мы отрекаемся от нее, что мы не православные, что находим другое православие. Так что, вот это облако, оно должно сопровождать нас всю жизнь нашу, до скончания нашей жизни земной, до скончания нашего века. Поэтому страшно потерять эту благодать Божию и оказаться не под облаком благодати Божией. И мало этой благодати, надо еще и свое усие прилагать к тому, чтобы оставаться под этим облаком. Стремиться под это облако, под его защиту. А если не будешь прилагать усилий, то окажешься вне этого облака, далеко уйдешь в сторону. Еще есть? Да, мысли? Можно добавить. Вот облако ведь разное бывает. У нас вот часто бывает в жизни наши, скажем, попечения. И как бы мрак изгущается. И это тоже ведь облако житейских попечений. Его тоже надо уметь отличить. Оно всегда то подавляет. Это облако. И облако Божественной благодати, они разные. Это облако разрушает, подавляет. И даже, ну, мы чувствуем, когда у нас тревога появляется, вот эти житейские наши заботы, они всегда оттягивают вот от этой Божественной благодати. Вы правильно охарактеризовали, прилагательно употребили мрак. 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 Вот когда это... Житейские попечения. Мрак, это и есть другое. Да. Да. Благодать Божия, она всегда, и когда Дух Божий нас побуждает к молитве, это касается нежно, ласково, как тихое веяние ветра. Да. А когда это противоположное Божественному, тогда это всегда вселяет страх, смятение, недоверие. Всегда отрицательные эмоции возникают в нашем сознании, в нашем сердце. Всегда это сопровождается противоположным действием. Второй стих 10 главы первого послания апостола Павла Коринфяна. «И все вы крестились в Моисея в облаке и в море». Речь идет об Коринфянах. То есть, вместе с Моисеем были под сенью облака и вместе перешли через море. Ибо когда увидели, что он первый переходит, тогда и сами смело пошли среди вод. «Подобное сему и у нас. Первый умер и воскрес Христос. Потом и мы уже крестились, подражая смерти его, через погружение в воде». Выделено жимовым шрифтом написано. «Через погружение в воде». Баптизанты. Что такое баптизанты? Баптизанты – погружение. Именно такое слово и есть. Иоанн Креститель. По-английски – Джон Баптист. Баптист кто первый был баптистом? Иоанн Креститель баптист первый был. Он был первым баптистом, погружателем был первым. Его в водах крестился, Иисус Христос тоже баптист. То есть от слова «погружение». Это в русском языке мы – крещение. Но мы должны соответствовать этому названию, потому что крест, крестные муки Иисуса Христа, они нас приводят к тому, что мы жизнь должны нашу соответственно нести, и нести с благодарностью все жизненные наши невзгоды, равно как и Христос претерпел за нас. Тогда будем соответствовать, что мы взяли этот крест свой и несем его. У каждого свой крест, и его заменить на другой меньше или больше невозможно. Больше возьмешь – не понесешь, а меньше – он тебе тоже будет не по плечу, тоже будет мешать, он тебя не спасет. Поэтому крещение – это вот только в русском языке такое, а в других языках – это другое. Там именно вот так и есть. В английском – это баптист. Джон баптист. Через погружение в воде и воскресение через восхождение из нее. Крестились в Моисея. Это значит, он предшествовал им в образе крещения. Ибо нахождение под облаком и переход через море преобразовали собой крещение. Правильно вот сказала сестра о крещении, когда они проходили через чремное море под облаком. Что можно добавить к этому? Или как-то к себе применить этот стих и толкование, которое мы прочитали, изложенное фифилактом болгарским. Ну, сегодня уже мы говорили по поводу крещения. Игнат Тихонович говорил, что многие события, они становятся знаковыми не только в отдельной личности, а даже для целой общины. То есть это ведь большие у нас изменения произошли в связи с тем, что люди отошли. Целые крушения в семье происходят. Не в одной семье даже в наших общинах это наблюдаем мы. Вот человек, да, принял крещение, и вот тебе раз и падает в оморок. Но это вот не случайно. И потом вот все это через многие годы. Но сатана, если зацепил один раз на крючок, он будет тебя держать. Поэтому всегда нужно помнить об этом крючке, на который ты попался. Даже имеет значение, даже с каким настроением человек принимает крещение. Если его тяготит что-то в это время, скорбное лицо, как Игнатихна сказал, скорбное лицо было у человека. И то это как-то откликнется впоследствии, где-то это скажется. То есть зависит, как ты принимаешь эту благодать. С раскрытой ли душой, как бы всем сердцем, или же как-то что-то внутри тебя, недовольность какая-то, какое-то недовольство. Что-то не так, начинаешь замечать, или что-то. Как это вот понять? Может быть, кто-то расскажет, как он принимал, с каким настроением. Как вот это происходило? Я не могу рассказать, потому что это было в глубоком младенчестве. Это было месяц мне, поэтому не могу рассказать о своем крещении. кто принимал уже в взрослом состоянии? Рассказывайте. Ну, я вот здесь вот принимал, я недолго ходила на занятия, и меня как бы вроде сразу допустили до крещения. Но у меня страстное желание было креститься. Я больше ничего не знала, чего добиваться мне. А вот у меня вот крещение впало в голову. Надо вот, надо срочно креститься. А причина? Почему нужно было креститься? Чтобы болезни отстали, чтобы дети были умные, или еще какие причины были? Грешная такая. Потому что боялись попасть в ад, потому что боялись греха. Тогда даже не боялась, у меня еще страха не было. Я еще много, мало знала совсем. Я в сектах не была. Я, в общем-то, Евангелие совсем не знала. Но желание такое страшное было. Я думала, меня не допустят. А тут надо же. И еще говорили тогда, как раз водой обливались, потеряя какие-то вот это. А вы мне тоже говорите, вы как раз в этом составе были, где их принимали, допрещающихся. Я говорю, а я тоже обливаюсь водой. Какой приходской совет? Ну, там потеряйки уже. Я тоже обливаюсь водой. Ну, дома. Я нигде, не в Ивановском не хожу. Так, нужно разделить, что сейчас лечить это крещение, а это просто обливание водой. Кто-то вот сосредовал. Нет, потом, вот это меня допустили. Мне думала, я из-за этого меня не допустят. Как допустить, у меня такая великая радость была. И мне сказал, надо было скорее к батюшке идти это исповедоваться. Мы же написали там много, петиции целые перед тем. И вот у меня впало у меня, вот это скорее-скорее к батюшке надо попасть. А потом уже, когда меня покрестили, уже погрузили, покрестили, а я помню, Татьяна Кузьминична, у меня уже была крестная, она меня сам помогала по этой дорожке-то идти, по дощечной, по мостикам. А я все говорю, Господи, помила, Господи. А Татьяна мне говорит, да хватит уже. А я больше ничего не могу, я вот это запомнила, у меня больше ничего не могла говорить. А к батюшке-то зачем бежала-то? Исповедаться. Вот. Главная-то мысль-то, слово-то какое-то главное-то. На исповедь. Да. Что грехи томили. Да. Так ведь? Да, конечно. Ну вот, это самое главное, что грехи томили, что бежала на батюшку. А то посмотреть на батюшку, что ли, бежала. Нет, не говорила, что исповедоваться. Не посмотреть на батюшку, а именно исповедовать свои грехи присутствия батюшки к Богу. Как вот, не знаю, в каком состоянии была, я только помню, я говорю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, когда уже покрестили меня, уже на берег пошла. Ну, это вот и есть проявление страха. Вы его просто не осознавали, не формулировали. А если грех, он тяготит тебя, значит, страх вот и есть, это уже проявление страха и есть, если он тяготит тебя. Понимаешь? Я даже не помню, зачем я это повторяю? Что за это последует наказание, атом или что, и кто-то еще осознания не было. Но осознание греха уже, осознание наказания за грех уже было, присутствовало. Пусть оно не сформулировано было в слове. Ну, как не осознать греховность свою невозможно было, какой мы жизнью-то жили, какой я жизнью жила. Как не осознать? Подспудно каждый человек понимает, Тем не менее, вы же уже слышали до крещения о том, что есть ад, что есть рай, что наказание существует. Ну, это я слышал, что в детстве еще. Ну, тем более, значит, что же. Конечно, это все было уже. А в 96-м году крестилось. Столько нас много было, что-то мы крестились. Очень много нас было. Можно добавить? Да. Вот у нас особое крещение в 96-м году было. Вот так же, как всегда, все облаками было затянуто. Мы когда шли, я все ждал, Господи, ну неужели вот не растопится свет твой на нас, не воссияет? И вот мы, когда к крещению-то начали опускаться, и вот так вот облака раступились, и яркий свет вот так вот палился тоже. А когда покрестились, вода окрасилась в красный цвет. А почему никто не говорит, яркая красная вода была? Это я не помню. Вот хоть и говорят, что там красные глины, но я сколько в лагерь ездила с детьми, сколько мы купались, они там барахтались, и все, никогда вода красная не была. А в 96-м году красная, как будто мы в крови Христа крестились, вот действительно, ни разу я больше не видела. Хоть кто крестился, ни разу не видела. А в тот же год было. Что-то мы походили в красную воду. Красная она окрасилась, как мы все покрестились, вот. А после крещения? Под конец уже, да, вот уже под конец она была красная вода. Ну это тоже знаковое событие, что она красная была. Может быть придется очень часто... Лена, научи дочь пользоваться книжками, аккуратно. Я даже не помню, что солнце засияло, я полностью в этом была покреститься, скорее покреститься, с этими же палочками. Я тоже от помнений не очень знакомы. То не то, что не помню, а как бы... Как будто в каком-то полусне было. Когда после крещения, да и до крещения тоже, у меня состояние какого-то полусна. То ли мне казалось до этого, мне казалось, это такое событие, да. А когда все это событие началось, у меня как будто сон, я просто вижу и присутствую, все. Но радость была необыкновенная, это да. Радость, благодать Божия. Я хочу сказать, заострить на чем внимание, что вот разное состояние человека зависит от того, насколько открыто сердце. Вот стакан, если его вот так вот полностью поставить, и наливать в него, то будет наливаться полностью, да. А когда вот чуть-чуть под струей вот так вот на бок наклонишь, попадать будет часть этой струи только. А если перевернешь стакан полностью, ничего туда не попадет, в этот стакан. Так и душа наша, если она будет открыта, она будет наполнена благодатью полностью. А если есть сомнения, если есть там, на лице нарисовано, что есть сомнения, если ты с каким-то мрачным лицом принимаешь это как грещение, ну и естественно, либо туда частично попадет, либо вообще ничего не попадет от благодати Божией. Все зависит от того, благодать-то Божия, она наполняет тогда открытое сердце. И Бога где нет? Бог бездестущий. А где нет Бога? Сердце не раскаяющегося грешника. Там нету, потому что этот сосуд закрыт, он перевернут. не принял его. Да, и не принял эту благодать. Это дар Святого Духа. Четвертый стих. А почему четвертый? А третий, четвертый тут подряд. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. «Камень же был Христос». Камень же был Христос. Как интересно, выражение-то какое. Пить из камня? Ну попробуй, напейся из камня. Это только в сказках, может. Читаем в некоторых, что вот ссылается там такой, что он сжал камень, в кулаке, и из него потекла вода, да? То есть камня можно выжать воду. Ну вот таким камнем является Христос, из которого, оказывается, и вода истекает. Но вспомните, за что Моисей не вошел в обетованную землю? Ну да, он сомнился. Не сомнился. В чем он сомнился? Неужели из этой скалы потечет вода, да? Нет. А как? Он сказал, неужели нам не дать эту воду? То есть он не Бога возвеличил, славу, а именно свою славу тут и вил уже. Он сказал нам, не дать воды вам из скалы. Он не сказал, что Господь вам дашь сейчас. Там... Не помнишь это место? Числа, числа. Неужели из этой скалы. Так, принесите, пожалуйста, Библию. Сверху. Исход 17, 17, 6. Посмотрите, вот тут предлагают его. Вот наш угадок. Как он из твердого камня, исход 17, 6. Это происходит, конечно. Ну, большую, это Библию, это принесите из храма. А там есть. Так, читаем пока оттолкование. Еще раз стих 3-4. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Толкование. Как мы по получению крещения вкушаем тело владыки, так израильтяне по переходе через море вкушали манну. Исход 16, 4, 15. И как мы пьем кровь владыки, так они пили воду из твердого камня. Исход 17, 6. Исход 17, 6. Потому что необычайно был только способ изведения оного. Поэтому и говорит, не природа камня дала воду, иначе он источал бы ее и прежде, но совершил все иной камень, именно Христос. Словом последующего, выразил ту мысль, что Христос всюду был присущ им, и все чудеса совершал. То есть сам Христос совершал эти чудеса. Так, Исход 17, 6. И сказал, я с пятого начну, и сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и посох твой, которым ты удавил по воде. Возьми в руку свою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских. Так, а где та мысль, о которой мы говорили? Ниже еще, посмотрите. Потому что это же он не сразу тут уду. Еще в другом месте там люди возрождали, пить стали просить. Владимир Тихонович, в каком месте Моисей-то, когда ударил по скале, сказал, какие слова? Что, неужели... Неужели ты из этой скалы? Из этой скалы, да. Пять слов, которые не дали ему возможности войти в церковь? Да, вот мы об этом говорили. Вот эти пять слов. Ну, можно думать, что причина не эта. Но 105-е псалом опровергает. Он говорит, а Моисей погрешил устами своими. Не рукой, не жезлом, а устами. Поэтому за этим делом смотреть невозможно. Всякое естество с дверей птиц укращается, а язык украшить никто не может. Язык. Как надо учить этому? Мусульмане это поняли. Женщина ни слова. А выше. И то еще, сколько они бьются. Сейчас у них тоже эмансипация идет. Ну да. Пакость всякая тоже грязится. Я вот сижу и думаю, интересно, как по наследству все передается божественно. стрекоза не думает, как детью своему дать крылья, как все остальное заложено в ней. И в человеке также заложено. Он не думает, зачнется. А в духовном плане верующий ты, неверующий, вот это вот уже сколько раз ты считал. А сейчас ищешь, а совсем не в том месте ищешь ты. А ведь ты прекрасно знал, где это есть. Вот почему повторение, мать учения, мать учения, то есть ты к матери все время должен обращаться, детью. Это отсюда даже из поговорки можно выйти, никогда не забывая родителей, ты много можешь научиться. И поэтому все время надо учиться. Вот вчера пришел Алексей, у нас электрик здесь, и до этого проверяли электрики, посмотрели, все нормально, записали нормально, все, и пломбы отрывают. Я говорю, вы что делаете, пломбы отрываете? На какого у счетчика кончился срок? Какой срок, когда он работает-то? Ну, надо новые ставить. Я говорю, я понимаю, лоббируйте чужие интересы. Кто-то там выпустил, никто не берет, а мы сделаем, тому заплатили полтора миллиона, он теперь везде счетчики гробит, покупайте новое, а тому это выгодно, это лоббирование чужих интересов, они стоят, ну, это уже понятно, и компьютеры так же везде. Ну, как же мы теперь? Ну, это можно, конечно, отремонтировать, это не отремонтировать, а проверить. Вот Алексей вчера пришел, выключил, выключил, но перед этим оповестили нас, и чтоб там компьютер, мы все убрали. Ну, ну, все понятно. Я что, разве не понимаю, что без электричности компьютер не работает? Ну, я на компьютере не хочу работать, но у меня время на компьютере. Выключено, все у меня выключено, я лампочки чакнул вперед, еще, эти, выключатель, что загорится сразу, ясно, что нету, я об этом уже забыл, и подошел, тысячу, надо открыть, сколько мне времени-то? Электричности-то нету, батюшки мои. Теперь сюда подошел, сюда к ним заходить, и стою тоже на дверях, давлю, но электричества-то нету, опять забыл, на ограду-то прошел, то есть я не забыл, но связать свой звонок с этим-то никак. Маленькая погодя, Володя то же самое, тоже, он-то уже, кажется, еще его не помнит, ой, да я забыл, что я, а раньше было безошибочно, подошел в дверь, постукал, и я рядом, думаешь, вот электричество-то, как все, и кроме того, память-то какая, все это забываешь, он только что выключил, я видел, как он выключил, свет погас, а я хожу и давлю на мертвые предметы, я стал дальше размышлять над этим, и подумал, вот то, что касается плоти, вот здесь вот, передавать по наследству, мурашу там, мышь, все передадут, точно скопируют, здесь нельзя скопировать, Бог дал труд, и постепенно, все время эту программу стирает, больше не вмещается, опять стирает, опять запоминает, это труд, в поте лица твоего, будешь счастлив, и вот здесь точно так же, и на этом компьютере, и в этой лампочке, и везде задавна надо трудиться, помнить, покупать, идти, это в исполнении, то есть заповеди, все это делается, я хочу сказать, Игорь Терентьевич, нередко, вот когда начинается наше собрание, и мы говорим, казалось бы, об одном и том же, и вот начинается ропот, опять одно и то же, каждый раз одно и то же, все уже надоело нам это, надоело, надоело, а отпадать-то отпадаем, это надоело. Я покажу сегодня, я коснулся Васильевича. Нет, я еще хочу сказать, что Матерь Церковь Божия, Церковь Христова, она именно как Матерь наша, потому что вот этот церковный круг, чтений, он вот возобновляет, казалось бы, тоже, а в одном и том же, Священное Писание, одно и то же, каждый раз, с первой главы, и Матфея, и пошли дальше, и читаем, и читаем, оно необходимо, потому что память наша, она имеет свойство забывать, и это прекрасное свойство, если бы мы все запоминали, то никакой бы памяти не хватило бы на компьютерах. Если мертвецы не гнили, то живым негде было жить. Да. Это понятно, но у нас на собрании не одно и то же, отца сегодня посмотрел, не девять, а двенадцать тем коснулся, которых никогда я не трогал. Это необходимо. Я сказал о знаковом значении крещения, никогда не говорил, почему я, я сам как бы открыл это дело. Как это одно и то же? Никак, совсем даже не одно и то же. Коснулось дальше перевода, нет, найти телевода, это нам срочно нужно было. Тоже никогда этого не было. Я по порядку беру, какие я моменты касался, этого не было, никогда. Это не одно и то же, это тому, кто вот так только сидит, одно и то же. Повторяю, все дела, какие я поднимал сегодня, все были, не были они никогда. Они просто были необходимы. когда мы засчитывали, кто как обратился к Богу? Никогда. А сегодня мы засчитывали. Зачитали, Игорь Тихонович. Ну, когда-то там считали одно, другое, это конкретно по делу, о беде. О беде. Человеку все нравится, все разбросают, все нигде, ничего нет. Объяснения никакого нет, беснования. Только беснования можно объяснить. Нигде, ни лучше, ни хуже, он через борт прыгнул в море. Ну, что можно объяснить? Ну, разбежался и прыгнул, и утонул. У него что-то против имеешь? Нет. Ты пошел туда, это лучше? Да даже сравнивать не есть, даже сравнивать близко не с чем. А зачем пошел туда? Не знают. И те, которые ушли, то перед тобой, то все до одного погибли. Ты посмотри на них. У тебя столько вложено труда, столько ты получил, пил, ел, причащался, и даже до свидания священнику не сказал. Да какой же человек-то? Где-то он был бы, сто лет его никто не знал. У нас не может, он рано или поздно вылезет. Он вылезет и сделает такую бяку. Почему? Он не может удержаться, потому что другая среда совсем. Надо все время работать. Мы призываем, там на благовестие идем. А в церковь-то никакого нет. Зашел, вышел. Нет, его никто не знает. Вот я скажу священнику, кого ты из этих знаешь ни одного, он не знает. А давно ли они были здесь, он не знает. А придут ли они, он ничего не знает. Он проворачивает и проворачивает эту молотилку. Вот я сейчас накопировал, к крещению идут. Батюшка стоит, бормочет там, а там люди стоят с детьми, с детьми между собой разговаривают. Никому ничего не надо. Теперь он подходит, что-то печать дарду, он даже не знает, что печать дарду Духа Святого. У него слова-то не выговорятся. И ни один человек еще не знает. Ни один. Главное, поскорее бы поп закончил, а ты все. Да как не быть сектантством-то здесь? Когда я тут уже поместил сектантское, когда заходят в воду, спрашивают, исповедуют, он говорит, крестит, крещаю во имя Христа, во имя Отца и Сына. Это православное исповедание. Не опрокидывали бы на назад, были небриты, имели священство. Даже вообще сказать не очень. Разительное, близко даже не похоже. Я говорю, об этом говорил вот так, потом не было, я впервые перетащил, это показал сравнение, батюшке все показал. Он говорил, это в Знаменском был. Священник, 35 лет, наизусть все знает, и стоит в храме, и он не может понять, что он орет, дьякон. Я ни одной их тени не мог понять, говорить. Он не в Знаменском, он в Ростовском был, на Спартаке. А, вот. На площади. Он там больной. Там с Альбомсом что-то делать. Снимите, Ростовском. Ну, это я произнес не правильно. И при том, что священник-то, говорит, старается, что-то там понял. А хор вообще ничего не понятно. Что тут говорить? Как-нибудь сектантство-то. Вот я рассмотрел, 52 человека сектанты, одна секта, одна. Это только баптисты. Только баптисты повторяют. Не надо. Сидите спокойно, обойдутся. Другое. Показывает, какая-то жатва Господня, Названия-то какие разные. И они идут мелко-мелко, идут в дни. Наш телефон. Нет. Нет. Вот он мой. И они стоят там, дальше, 7 человек в белом одеянии. Это. А где они? Сектанты. Не надо отвлекаться. Это пусое. И они стоят, там, видимо, быстро глубина идет, и они стоят вот так вот, и выходят с берега, трое, в белом одеты, и к ним идут. На форуме у нас, я выстоялся. И они к ним идут, и каждого берут двое. А один микрофон подносит к одному. А всем это слыхать. Исповедуешь, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, умершего за твои грехи. Исповедую. Веришь, что Он умер за тебя? Да. Крещаешься, поднимает руку, один такой веселый, да с бородой. Идут еще трое. И вот так по трое идут. Одеяние такое благочестивое, сшитое. Мужчины там брюки белые, все это, ну, шланы белые, и крестят. Сознательно. Это они их из разных общин набрали в одно место, и здесь. Так это столько ли крестят? Иногда крестят несколько тысяч сразу. Это разные секты, их тысячи сект. И по всему миру, сколько они? Они все до одного могли быть православными. И показывают священники, вообще ничем не нуждаются. Бормочет стоит и все. Что, говорит, делает? И вот в воду опустит, руку там крестит, в воде одеяна раз, другое. Батюшка смотрит, и, а что это такое? Даже он сам делает. Ну, хоть бы один, правильно. Ну, правильно бы. Ребенок стоит вот так вот, прямо в воде. Ну, на ней он крестился, нет, он ладошкой берет, а ведро, тут же ведром почерпнули, а что ведро-то, батюшка говорит? Ну, вот взрослый пришел парень, и они его туда вот затолкали, и сверху воды, это зелененькое ведерко у них, бедром и поливает его. Когда каноны усилили, там так нет канонов, они крестят полное погружение. Здесь каноны апостольские, все кверши ногами. И там неправильно, и здесь неправильно. Может, про католика и говорить, я сейчас там изрею, из пипетки. Ну, это же явно, что издевательство. Ну, так и наши православные батюшки тоже говорят, от количества воды благодать Божия не уменьшается. Ну, это сказал ты, поп. Ты сказал ты, погибший, волк. Но Дух Святой говорит, сошли оба в воду, оба в воду сошли. Что тебе непонятно-то? Оба в воду. И слово крещение переводится только погружение. Перевода нет никакого. Баптизантес. Нет другого перевода. Ни в греческом, нигде языке. Я говорю, как переводится? Он говорит, у нас слово крещение, то нет, а стоит погружение. Погружение. Тауфан, немецкий там, баптизант. Все. У него слово погружение стоит. И он в это время портащит стоит. Да как грома не развернуется, как небо может смотреть на это. У русских в славянском языке дается как бы предпочтение страданию. Крест, крещение, с крещением связано. Больше нигде такого перевода нет. Ни в одном языке. Везде погружение. А вот мы считаем где. А как в дело это претворить? Как? И вот Господь опять подвигает к нашим воротам стенобитные машины. Что тут будет в России? Да. Когда все кинутся раздирать ее на части. Это не Украина. На Россию пойдут миллиард. Два миллиарда под боком. Одновременно пойдут мусульмане и все. И даже обороняться нет. Даже никто не будет обороняться. И это к нам придет сюда. Непременно придет. Потому что ну море безумия в церкви. Я про государство не говорю. Они там за себя ответят. А вон на счет когда Валя с Артисом дочка Татьяна обращалась к Олегу Стеняеву с вопросами. И он там по поводу крещения. И он ей говорит ну а если там он отвечает что ну за это-то отвечает не ты вроде как принявшая крещение а тот священник который не дал этого погружения. Сейчас у них там у Валентины с дочкой продолжается это все. По порядку. Вот он ответил так как не крестит поп отвечает. Ну я согласен. Я в больнице. Врач как не лещит он отвечает ну лещит-то меня. она лежала у ней там раствор раствор какой-то там ну что-то известка или что-то такое-то. И она ему задний проход сделала как он кричал мальчик-то в 7 или 6 лет тут уже сгорело все у него весь кишечник все там пропало. Ой не та банка. Физиологический раствор должен быть. Она ему известки туда толканула или что там еще. Такое смертельное. Формалин. Формалин. Ну я знаю что-то такое протравляющее. И что теперь? тебе разницы нет как тебя лечат. Я связан с ним. Его неправильное лечение это моя смерть. А это лечение это духовное рождение. А не важно как рождается через пятку или через нос. Не пройдет. Определенная муха должна быть определенным местом. Духовное рождение разницы никакой нет. Это он может говорить от толстого чрева не рождаются тонкие мысли. Безумие безумие трижды безумие. Да я бы скажу. ну я говорю ну хорошо вот он за это ответит. Но она-то остается во-первых она не умирала в смерти. Она не умирала. А раз она не умирала то она рожденной новой быть не может. Вот так оно и получается. А таких-то сколько их? Это все такие символ воды скрещения ты умер гроб и в тебя захоронили ты не в вавзолее. И теперь она оттуда она рождается вновь она рождается новое духовное рождение получит. А там-то ничего не получается она же не умирала. Вот и разница. Не умирала то есть не погружалась. Она не погрузилась она не умерла у нее не омыто она не омыто остались не омыто ее грехи они не смытые. Ничего не было не произошло ничего. И он правда это-то безумие. Ну он так он так ответил а-то-то теперь так и живет и у них продолжается вот это все продолжается по сей день Валю уже говорит прямо ну ей даже тяжело трудно очень. И вот она вчера два дня назад мы с ней разговаривали а я говорю Валя ну тут просто все раз она не погружалась она не умерла она не родилась даже если он так сам пусть он там священник-то когда-то где-то он ответит за это но не произошло ее-то крещение рождение-то не было вот и разница. Я еще раз вернусь к 3-4 стиху и хочу задать вопрос всем ли понятно о чем здесь речь и все ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье ибо пили из духовного последующего камня камень же был Христос. Понятно то, что здесь в принципе речь идет о том таинстве настоящем таинстве которое мы перед которым мы более всего благоговеем это страшные таинства которые мы принимаем во время литургии вот здесь только что канон если бы это было не канон я бы параллель не принял это что это за доказательство и нигде на это намек пили из последующего какое последующее когда вода была там она указывала на то что дается благодать людям Бог прощает апостол Павел перекидывает последующее через 1600 лет это последующий камень Христос ниоткуда это нельзя видеть но ему Бог открыл как бы это ни канон никогда бы не принял это выдуманное все но это Библия я склоняюсь только одной верой я это постигаю и подводил это можно сказать не только последующего но и предыдущего потому что Христос был всегда да Павел он сам не понимал что говорил это Дух Святой сказал конечно это надо принять следующий стих пятый но не о многих из них благоволил Бог ибо они поражены были в пустыне но не о многих из них благоволил Бог ибо они поражены были в пустыне толкование хотя Бог явил им много знаков в любви и удостоил их весьма многих благ однако в большинстве их он не нашел угодного себе Ибо отвергнуты были не все, но многие. Словом, не о многих выражает ту мысль, что множественность их нисколько не послужила им на пользу, когда они со своей стороны не явили дел любви к своему благодетелю. Словом, поражены были, указывает на внезапную погибель их и на казни, не посланные от Бога. Кто из вас видел собрания какие-то на стадионе, примерно, сколько тысяч человек? Разные стадионы. Я говорю, самое большое, кто видел? Мне не надо разное. Максимально, кто видел одновременно, перед тобой столько людей было. Я на стадионы не хожу, на экране телевизора там десятки тысяч. Не знаю, сколько? Она Динамо. Ну, я не знаю, 1015, может, было. Адвентисты крестили, когда мы ходили. Ну, сколько? Ну, количество людей, которые вы одновременно видели. Видишь, вот и все. Простые вопросы. Ну, полмиллиона никто не видел. Это глазом не откинуть. А миллион? Ну, и так дальше будем говорить. А, 4 миллиона. А это народ, который вышел из Египта. И Бог дает знак спасутся, только два человека всего. Ну, в какой же это процент? Два. 600 тысяч их было, которые могли носить. И 600 тысяч только два. Конечно, много людей, это приятно. И почему Златоуст говорит, не приходите в храм, вы раздеваете мать церковь. Мать одевается... Ну, нас много, мы как листики на теле церковь. А ты не пришел, ты хуже хама. Хам не прикрыл только, а ты раздел церковь, мать. Не пришел, когда в храм. Не пришел. Ты раздевал батарею. Ты однажды прониклись в это. Я знаю, я буду тебе это говорить хоть тысячу раз. Все равно ты вечером не придешь в субботу. Не конкретно вам говорю, а те, которые не ходят. То ходит, тот ходит. Но ты один раз это услышал, ты можешь себе взять или нет. Всего-то два раза в церковь пройти. Два раза за всю неделю. Да и зачем пойти, отблагодарить вместе со всеми. Тут ангельский хор, говорит, ничего нет. А какое множество? Я видел множество, вот у Самаана, где у коптов, когда там под землей, видел уже сам, поют. Ну, это 20 тысяч, 25 даже тысяч у него. 25, это такое большое, конца, кажется, не видать. А здесь 600 тысяч. И все мертвые. Два человека копошатся среди мерфицов. И за что? За язык. Они сказали, пойдем мы победим. Все остальные, я поверил, уже там, как-то там, стены высотой до неба. А люди, как деревья, не победить. Поэтому никогда не гляди на множество. Хотя бы один был истинно верующий. Он абсолютно все миллионы осудит. Он, на суде Божьем. Один. Но сегодня так, представь себе, мало. А сколько много мало? У тех, у которых сегодня, допустим, 10 тысяч, такие общины есть, то для него тысячи это мало. А я им сравню, в одной пробирке микробов намного больше, чем во всем земном шаре за 100 лет. Там триллионы их. Ну и с кем сравнивать? Много там, где Бог. И там большинство. Я вот сейчас пришла такая мысль. Вот если сравнить тех, количество людей, которые отпали от тех занятий, которые проводились, и которые остались в нашей общине на сегодняшний день, они, наверное, не меньше, чем сейчас в нашей общине. Однако это не говорит о том, что у них там истина. Главное, это быть рядом с истиной. Пусть даже 2-3 человека останется. Но тут, понимаешь, тут счет-то как вести? Если вести просто по земному, тогда... По земному, конечно. А если по небесному, то, допустим, умер Иван Семенович, но никуда не умер, то он с нами. Да это так. Он никуда не уходил, он здесь умер. И сколько таких было-то у нас? Там Ара, где она? Я не говорю, а умер. Я дальше хочу сказать. Тут она находится. А теперь те люди, которые уехали, ну, плотников в Грецию, никуда не уехали они с нами. Она полностью здесь. Жизнь такая пошла, там, к родственникам поехали. Возьми все, которые по разным странам мира разъехались от нас. То замуж выше, то в Америку, то во Францию, то в Бельгию. Это люди наши. Так это еще не все. А сколько через наши проповедчики по другим странам, по другим районам обратились, которые звонят, которые поздравляют, которые с нами всей душою. Прямо, ну, даже мечтать, боязнь, мечтать нехорошие думы, что они у нас в общине. Так этих-то, когда взять людей, так это ни два, ни три человека. Беру свои слова назад, если вычитывать этих людей. А то говорят, а вот много ли верующих? Я говорю, как считать? Вы хотите быть в аду? Нет, значит, вы не с теми, которые умерли без Бога. А у нас умерли, а зато у Василий Великий, он с Богом в раю, я хочу быть в раю. Мы не раздельная церковь, небесная и земная. Да кого больше-то? У нас все живы, у Бога все живы, написано, все. И поэтому Божья Матерь, Екатерина, Великомучаца, Варвара, это все с нами вместе. Мы на небо стремимся, они уже там. А ты-то в ад не стремишься, а их-то блога. Ты с ними раздельный, вастрекот, которые здесь, я говорю. Мое стремление их сродняет со мной. Вот так считаю. Шестой стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Толкование. Как благодеяние, так и наказание иудеев были образами. Показывает, что грешники из христиан не только будут наказаны, но гораздо больше, чем иудеи, поскольку благодеяния сих были образами, а благо тех истина, и как в дарованиях преимущества на стороне христиан, так и в наказаниях. В словах походливы на злое говорит вообще о всяком зле, и во всякое зло от похоти. Иакова 1, 14-15. Потом выставляет некоторые виды зла. К чему же они были походливы? Они требовали чесноку, мяса, особых богов, как и сам апостол далее указывает на их идолослужение. Мне вопрос вчера по интернету задают. Вот ветхозаветные праведники, праведники и новозаветные, кто был духовнее? Имели ли те ветхозаветные Духа Святого? Вопрос? Вопрос очень серьезный. Никакого сравнения новозаветнего нет с ветхозаветным. В ветхом завете все было тенью. А у нас тело, посланник евреям Павел говорит, то была тень будущих благ. Одна тень только вот отпадает и другого названия. А те сидели, говорит, во тьме и тени смертные. И к ним пришел Христос. А с нами свет истины, который воссиял для нас. Ходите, дети мои, во свете. Я свет, Господь говорит. Мы находимся во свете. Такая ветхозаветная. Были они в Духе истины? В Духе они были, а в истине не были. Как так может быть? Бог ищет поклонников в Духе истины. Они духовно соприказались с Богом и Его. Они верили в это. Они чувствовали Его. Пророки чувствовали. Но они были не в истине. А почему? В образах. Образ ягненок был. Это не истина. Ягненок был всего лишь тенью, что в неигненке прообразовательна была жертва Иисуса Христа. А мы в истине, мы непосредственно поклоняемся не ягненку. Почему в виде ягненка запрещено рисовать Христа? Запрещено. Специально правило каноническое. Запрещается его рисовать. Вот и все. Значит, Новозаветие несравненно духовнее, несравненно выше. И они берутся за такое, о чем в Ветхозаветии даже не помышляли. Иоанн Златоуз говорил. Так что, вы выше пророков? Да сравнивать даже не надо. Многие пророки хотели, говорит, видеть то, что вы видите. И слышать то, что вы слышите и не слышали. Зачем это Господь говорил? То есть, они желали этого дня приведенное место до нам, достигших последних веков, я вот часто им пользуюсь. Все Ветхозаветнее надо рассматривать в Новозаветнем духе. Все абсолютно. Ну, а как? Ну, Секланд говорит, да это все выдумка. Я говорю, ну, а ты веришь, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот так написано. А кто слово был Бог? Ну, ну, кто именно? Под каким именем его? Он даже это не может назвать. Говорит, Иисус Христос. Вначале слово, то есть, Иисус Тебе слово, и Он был у Бога Отца, и это слово стало Богом и обитало с нами полной благодати и истины. Понятно? Слово, слово, Ему имя слово в греческом языке Логос. Логос. Почему Ян называется Бога Слов? Ну, впервые Бога назвал Словом, и дальше о Нем говорит. Но это не все. Ты продолжай дальше рассуждать. А в Ветхом Завете слово было? Ну, конечно было. А где оно было? На скрижалях. Что-то непонятно-то. На скрижалях Бог написал. Написал рукой свою. Начертал-то. Но Моисея эти скрижали, ахнул и разбил, когда люди совратились. И когда он вернулся назад, теперь он зубил, он сидел, вырубал то же самое. Переписывал заново-то. Зачем он разбил, непонятно. Это образно сказать так. Ну, я ушел, оставил, тут все у меня нормально, ребятишки играют. Я пришел, ребятишки, что попало делать? Я так бы разногневался, взял и Библию разорвал, выбросил. Ну, и кто скажет, это нормально или нет? Ну, Библию, это за что? Что ты такой? Библию это? На днях один человек, у меня здесь близко знакомый, это у него компьютер не ладится. Но когда он покупал, я сказал, будьте осторожны, он очень нервный, то есть дурной. Здоровый, крепкий мужчина. Если не по его, он сразу разводится, там меняет, и изломает, и все. Ну и правда, он раз вызвал, а вызвать программиста, что-то это, 600 рублей. 500. А? 500. 500 рублей. Вот. И у него денег много, на это ушло. И он в следующий раз вызывать, еще нету. Он пошел на кухню, достал топорик, который мясо рубит, и давай кромсать этот процессор. изрубил монитор, и больше всего не может рубить, и никак не может клавиатуру изрубить. Тогда я перевернул, только тогда разрубил, и столик, который купил для него, и столик в древесе разнес. Это верующий. У него кумиром Осипов. Осипов все, можно брить, все можно курить, и он такой и есть. И Моисея это разбил, скажи, чем это лучше-то? Причем тут уникальнейший был материал. Бог сам написал. И Моисея разнялся, ахнул, и все, только, как говорится, осколки полетели. И теперь, когда кто слово, я спрашиваю сектор, вы согласны? Ну да, тогда, ну как там, там называется слово, вначале было слово, слово было у Бога. Так там были, это образно там было. Те скрижали, говорили о Христе. Почему оно было в алтаре, и хранилось? А хранили здесь прижали, в ковчеге. А Христос где был? А где он был? В отчереге Девы Марии. Ковчег указывал на Божью Матерь. Да вы что? Ну конечно. И не надо исследовать, как она могла родить, не зная в уже, а то ее дети были. И вот жители Бессомиса не порадовались. Они решили заглянуть туда, что там есть. И они заглянули, и что получилось? 50 тысяч, 270 человек, Бог убил сразу. Они ничего не делали, они просто заглянули в этот, ну ящик так назовем его, нижняя часть комода. Там ничего нету. Лежат какие-то камни. Но Бог тут же начал поражать. Какая болезнь была. Сегодня врачи, что-то нашли бы все равно. Мгновенно нашла чума, скажем, с той стороны завезли, заразу, карантин не проработали. Надо было сначала месяца три продержать ковчег в каком-то креолине. Ну что-нибудь придумали бы. Вот и все. Образ ковчега Божьей Матери. Не исследуй ее. Не заглядывай туда, вовнутрь. Она родила его бессеменно. То есть не было мужского семени. Она родила от Бога. И поэтому склонись перед этим. Она приснодевала Мария. Всегда не было у нее детей. Иначе Бог убьет тебя. Понятно? И по-другому не будет. Переворачивать Деву Марию не надо. Ее видно с одной стороны. Когда ковчег наклонился, и он запытался, что он перевернется, Бог сразу убил его. Что непонятно-то? Ковчег неприкасаемый. Божья Матерь неприкасаемая. И так, гляжу, мои сектанты, что интересно, руководитель, ну мало того, книга такая у него вышла. И вдруг на днях выходит его жена на меня и говорит слова. Вы знаете, моему мужу откровение было, что за умерших молиться может. Харизматор, руководитель, на весь мир известный человек. Ему на этой неделе откровение было от Бога. Я говорю, вот это да, вот это порадовало на меня. А я за нее все время молюсь. А как узнали? Так это человеку невозможно перейти. А для Бога все возможно. Он это все к Богу отнес. Ну а церковь, я все это не знал. Ну а что вы воевали-то с этим-то? В 21-м столетии только начали разбираться, что покойникам помогают. Ну как же не помогают-то? Златоуз говорит, помогает. Пятая глава Деяния апостолов. Так все-таки пророки ветхозаветные, они были движимы Духом Святым? Конечно. То есть Дух Святой присутствовал? Дух Святой в определенной мере на пророчество. Да, именно не в полноте. Только не в полноте. Потому что когда говорится об апостолах, написано, Дух Святой еще ни на кого не сходил. Не сходил. Они еще не принимали. И когда Господь дунул, они получили Духа? Получили. А кому? Кому простить и проститься, чтобы за это время кто-то будет умирать до Дня Троицы, чтобы освященники могли прощать. Дал власть прощать. Но еще заскучали? Не обремененное грехами. Вы посчеваете на скамейках, как святые в раю. Все заботы отошли. А этот, говорит, разлегся, как Адам под яблонией. После трапезы кровь-то к желудку отливает. Да, это так. Самый главный орган после трапезы. Желудок. Меня сильно упрекают за то, что я молюсь за Путина. Да вы что? Я говорю, я обязан это делать. А нам вместо Путина будет Гитлер. И за Гитлера я должен молиться за Муссолини, за царя японского Хамасаки. Я должен молиться за царей и за начальствующих. Я обязан. Что я неправильно сделал-то? Я молюсь за Юлию Тимошенко. За Турчинова Александра. За этого, за Яценюк Арсения. Я за всех молюсь. Каждый день их поминаю перед Богом. Я хочу, чтобы на Украине был мир. Чтоб нас пропустили. Разумею, Господи. Грохнешься на пол. Давай дальше. Тут я, когда Николай это на консультацию к невропатологу устраивал, ну я говорю, они опять собираются вот ехать через Украину. Говорят, но экстремалы. Экстремалы вы. Нет, мы не экстремалы. Но если по той, то да. Но мы делаем это для Бога. Я думаю, сейчас мы заходим. Там очередь. А может, подойти в Украину через Крым теперь? А через Крым куда? Полуостров. Куда? Заеду на него, а потом куда? Опять же туда и выезжу. Нет, в Грецию это через Крым. Ну когда, по морям там не ходят. Не ходят? Нет, нет. Это тысячи километров. Там не хватит тугрика. Только через Украину. Или разворачивать назад, идти на Белоруссию, через Белоруссию и тогда дальше на Румынию. Но мне хочется сократить это время и мы просто им покажем, что мы не враги. Тем более я вам покажу свидетельства реабилитации, что от этого они-то против сатанинского советского режима, те, которые Бандераса называют я готовый Бандеровис. У меня свидетельство, что меня советская власть гнобила. Я вам покажу это. Кого вы не пропускаете? Это я ваш? Бандеровис нашелся. Ну, по-моему, никто не разбираетесь. Ну, потому что меня гнала советская власть. Я не в полном смысле, понимаете, духовно. Да. Что я не друг советской власти был. Она меня давила, била и вы меня еще преследуете. Так вы что, коммуняки какие? Коммунисты? Я думаю, они поймут, меня должны пропустить. Так они заставят процитировать их лозунг. Что сделать? Ну, процитировать их лозунг. А какой? Ну, какой там? Про Украину, которая всех там на Майдане. Ну, это меня не касается, я верующих. Если вы бандеровис. Верующий церковь вне мирской политики. Меня это не касается. Я не могу ни русские лозунги никакие говорить. Нигде. Я могу только молиться. Я за вас молюсь. А вы не пропускаете, вы грех берете на душу. Пропустите. я вам пижик дам. Нужны книжки эти. Они их сожгут вместе с покрышками. Ну, так будет. Я так думаю. Если только дойдем до туда, я дальше буду пробиваться. Матерь Божия, покроем опору. Да помоги, Господи. И когда мы пройдем и осенью вот так вот сядем, будем давать отчет, если живо и вернемся, вот будет интересная встреча. Это только Дух Святой вас проведет. Это встреча, которая, ну, то есть, устроить этого это невозможно никак. Я больше всего беспокоюсь, как мы по центру Европы будем, там мелкие государства и везде пройти надо будет. Задержка будет. Месяца вам может не хватить? Да. Ну, я на мелкие государства только Новый Завет буду давать, трехтомник, для Слова Божия нет уз и Писину Православия. Мокрая не задержит. Давай. Главное, Англию пройти нам, тоже там было. Там я сразу потянусь в Шотландию, а Ирландия там на острове уже не поедем. Я передам книги через кого-то. Очень ревностно Финляндия показывает себя. Уже встречи готовят, кому нас повезут, где выступать, какая обстановка, уже все обрисовали. Франция сделала запрос, нужно нет останавливаться, новенькая одна там во Франции. А одна, заезжайте ко мне. Отец у меня француз, но он такой добрый, он вас примет, уже я уже договорился. Пожалуйста. Нет у нас остановки только в Испании. Ну, Мадрид, библиотеки. нас этот Мадрид не раз бодрит. Там очень такая прокатолическая обстановка. Ну, я иду на самое простое, как потеряю вкус я здесь. Ты спроси, во втором, о чем у нас есть? Мой Бог, моя семья. Да. Седьмой стих. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить, и встал играть. Сначала касается тех, которые ели в капищах, и показывает, что как израильтяне от чревоугодия не спали в идолослужении, ибо составив хоры около тельца, они играли перед ним. Так и вам, по чревоугодию, вкушающим идоложертвенное, угрожает опасность сделаться идолослужителями. Где же посему твое мнимое совершенство, когда ты близок к идолослужению. Как близко. То есть, само по себе, вот это чревоугодие уже есть идолослужение. То есть, чрево становится идолом. Не по убежденности, что эта партия хорошо, а просто там дают паёк такой, в столовых, везде хороший, льготы какие-то. Это идут за льготами, за пенсиями. А то есть чрево. Не надо на это смотреть, а то не проживешь. Вот сейчас у меня, я стал смотреть, сейчас не знаю, в каком-то томе здесь написано, а баптист один говорит, там кажется, Азаров Михаил, его старшим пресс-фитером хотели поставить, и всё его уговаривали. Уговаривали, уговаривали свои старшим пресс-фитером, мы хотим сильно, мы с уполномоченным договорились, уполномоченным по религиозам купил, но только договорились, когда в кабинет ходишь, сразу встань на колени, чтобы там встал на колени, у полномоченного, и сказать, что я хочу быть там. Подпишешь бумаги там, иначе наши баптистские общины закрывают. Ну и там ещё один Духонченко приехал, вот такой, отсидел 10 лет. Пять лет, кажется, высталки было. И он тоже старший пресс-фитер, и меня, говорит, к нему повезли. И он говорит, ну ничего не сделаешь, ты только как сейчас поставишь старшим пресс-фитером, ты только портрет Ленина, чтобы дома повесил. Да как же я могу повесить, сегодня, говорю, такие люди, столько, такие жертвы. Ну нельзя по-другому, это и дети твои. Ну он говорит, как я могу детей-то воспитывать, когда у меня идол будет висеть-то. Они в него вцепились свои, он очень талантливый, он нужный, а поставить его никак не могут. Он никак не покоряется. И они тогда сидят уполномоченных, когда принимают, вот видите, вот вы за него ходатайствуют, и видите, какой он не покорил. А он говорит, под столом рукой, я гляжу, он у меня в баптистке старший пресс-фитер машет рукой, на колени, на колени, встань. Всего-таки ничего. Они придумали ритуал принятия. И третья попытка, и тоже. А мне это известно. Меня в священники, когда пытались поставить, точно такая же история. Уж Бурдин, отец Николай, да ты делать нечего, у меня уполномоченный год. Он сейчас только позвони поставить. Я говорю, не поставит он, меня в священники нет. Ну ты-то согласен. Я говорю, ну попробовать можно. Он позвонил, тут правда согласился. Он говорит, ну я же тебе говорил. Так, еще звонок. Так, а кого ты хочешь рукополагать-то? Да у меня тут знакомый-то приехал. Ну ты мне-то должен сказать, раз я должен добро дать-то. Да с Алтайского края тут. Ну кто? Да Лапкин и Игнатий. Лапкин, это в Красноярске было. И слышал, сразу помрачел, покраснел там, этот Бурдин-то. И все. В трубку положил, я гляжу, другой человек. Ай, как такого я даже не встречал. Он же вас никогда не видел, я говорю, не знаю. Ни под каким видом, даже близко, чтобы не было. А он-то уверен был, что уже всегда дверь открыта. Но при одном моем имени. Вот Надежда Васильевна ходила, когда нужно было прищищать в доме инвалидов-то. Он согласился, бабушек переписали, что надо сделать, уполномочия им сделать. Но только в конце уже спросил, Седишев, Александр Петрович, а потом был Лесенков Геннадий Иванович, из Москвы, здоровая дубина такая. И только спросил, а вы еще будете? Даша, расскажи. Он говорит, а ваша фамилия как? Я хотела сказать, Шадрина Девича, со мной сидели еще есть люди, я говорю, Лапкина. Девича и фамилия. Лапкина, как вот так соскочил, я аж перепугалась, как по комнате забегал, с криком таким, ни за что, никогда не пущу я священника, не разрешаю. И куда? Инвалидов? И рук больных причастить. Ты сам кричи. И не рукополагать, а ее, то, что она Лапкина фамилия-то. Я никогда не пойду туда инвалидов причастить. Со священником договорились, с директором инвалидной колонии договорились, но фамилия, раз там я, жена замешана фамилией, ни под каким видом. То есть, знаешь, у них такая реакция. А ему докладывали, потому что я тебе всегда. Да. Да он в церкви такой беспорядок наводит. Ну ладно. Он порядок. Ну ладно. Это и хорошо, что я остался здесь. Меня бы все равно выгнали, и был бы попростри. А я так полновесный сторож. Полновесный, сто процентов. Меня не выгнали ничего. Сторож и печник сто процентов. Восьмой стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Это столько блудиков было. Сразу. И как хитро-то они сделали. Нашлись у них там свои идейные с той стороны и говорят, Израиль непобедим. В одном случае так можно... А какой? Чтобы согрешили. Бог с грешником дело не имеет, он сразу от них отступит, и мы тогда задушим их. Ну а как грешить заставить-то? А какие у них грехи? Перечисляйте заповедь. Они всему миру известны. Там, все отца и мать. Но я не могу подойти и сказать, иди на отца, воюй. И наконец-то они нашли седьмую заповедь. Выставить самых красивых девушек. Бесплатно. Красавица. Одета по-еврейски. Что они любят-то? Черноокие девицы. Но только одно. Будешь заходить, когда к ней в шатер, вот здесь место лежит, положи на жертвенник. Это в честь Ваала. Пойдут, пойдут. Девка все может сделать. У нее большая власть на юноши. И они так и сделали. Если Израиль начал грешить. То есть юноша. А те вышли к шатрам. Все они только выходят куда-то. Они рядом, соседи их. И они везде больше ничем не занимали. Все силы брошены на украшение своих девиц. Какой аромат там они напустили. Что там было? Она мигает ему. Она крутится перед ним. Все заходит. Голову потерял. И началось поражение. На фронте, везде. Раздробление голов. Отрубают руки. Что делать? И только Финеас один. Они молятся. Весь Израиль рыдает. А там княжеский сын заходит. И там нашел тоже княжну. Князь и княжеский. Княжу привел себе в шатер. Смотри, фанатики. И зашел. Он ни слова не говорил. Взял копье, зашел. И одним ударом, как бабочек, пригвозил двоих. И сразу голос Божий. Вовек не забудется это. Снял позор. И началась паника в этом. Все блудницы выскочили. Все кончилось. И Господь говорит. Вовек не забудут этот удар. Все время от тебя будут священники. Даже нигде не будет от тебя будут. Из поколения в поколение. Значит, нужно выйти, как Наполеон говорил. Главное вязаться в драку. А там видно будет. Не сиди, не молчи. Скажи свое слово. Мы сказали, вот перед нами слово. Не умолчали. А уж что Бог даст. Который воюет. Они ни одной книги не прочитали. Сколько книг прочитала-то? Семь. Вот. Возьми ее. Это у меня такая была на суде тетя Тоня Бакланова. Она одна прослушала все пленки, какие я насчитал. Но это не меньше, чем книги. Я тоже прослушала. Насчитать было, конечно, трудно. Но это легче, чем напечатать. Слово, а теперь отпечатать. Я же тоже прослушала. Сколько прочитала? Ты не глазами? Трехтомник. Трехтомник. Вот это тоже. Сколько прочитала? Мало прочитала. Что надо вырочить? Мало прочитала, говорю. Не все. Не все. Сколько? До семнадцатого тома дошла. Вот и много, конечно. А там я не буду спрашивать, чтобы не тревожить. Пусть посчевают спят. Нет, она читает. Сколько прочитала? Штук шесть. По порядку все, отвечайте. Полностью теплый. Единственное, кто может не ответить, это Вася. Читаем дальше, Игнать Игорь Игоревич. Давай. Восьмой стих. А, ну вот, толкование на этот восьмой стих. Опять упомянул о блуде, что через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Этот грех также рождается от чревоугодия. Когда же погибло двадцать три тысячи? Когда же погибло двадцать три тысячи? Когда по совету Аллаама жены Мадиамские явились при ополчении, завлекли к себе юноши и через блуд склонили их к принесению жертвы в Алфе Гору. И погиб народ, находившийся в ополчении. Числа двадцать пятая глава с первого по девятый стих. Ремарка Иглы. Проповеди современных пастырей не имеют в себе соли. Никого не трогают, поэтому никого и не врачуют, не воскрешают. Необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Девятый стих. Короткий стих и короткое толкование. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Толкование намекает на то, что коринфяне, требуя знамений, искушают Христа. Далее. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. То есть, от некой поражающей силы, числа тринадцать тридцать семь. Этим намекает им на то, что они среди испытаний не имели великодушия, но роптали и говорили. Когда же придет счастье? Когда же минует бедствие? Самое главное для христианина – это быть благодарным за все. Я всегда возвращаюсь к этому Акафисту. Слава Богу за все. Какой чудный Акафист. И постоянно всем о нем говорю. Когда вот кому благовествую, обязательно. И самое распространенное в народе. Вот есть люди, которые действительно, вот такое выражение, оно существует. Ропщащий противен Богу и людям. Правда. Вот мне трудно находиться с человеком по имени Василий, который мой сосед. Он тремя этажами выше живет. Как только с ним он встречусь, и все, он проклинает правителей. И все плохо, и погода плохая, и все не так. И правителей нашего края, и все плохо. С ним просто находиться рядом, вот это вот, просто вот как будто на тебя какой-то поток грязи изливается. Хочется обмыться и избавиться от этого потока. И как приятно, когда человек постоянно благодарит, когда с ним легко находиться и чувствуешь себя комфортно. Когда... Слово материальное. Да, конечно. Но еще по этому поводу что можно добавить? Я, по-моему, ничего и не добавлю. Тут просто нужно всегда быть благодарным за все. Особенно в миру распространено это вот о погоде. Погода, солнце плохо, потому что засуха, потому что все нужно поевать еще больше. Дождливо опять плохо. Снега много плохо. Снега нету плохо. И все плохо. Так, кто знает Акафи, слава Богу, за все. Как знаете. Наизусть, что ли? А? Наизусть, что ли? Да нет. А я что-то считаю. Ну, конечно. Так, кто не считал ни разу? Никто. Тут еще вот что. Этот Акафис проникнут весь светом любви, радости, благодарения. Сегодня его какому-то приписывают, там, Филофею. Написал его Григорий Петров. За короткое время перед расстрелом в Сталинском лагере. Находясь при смерти, и он такую песню лебединую исторк из себя. Вот еще что самое-то здесь важно. Находясь перед смертной казнью. Да. Находясь в лагере, после этого канона его скоро расстреляли. А сегодня каких-то там авторов подписывают, ничего подобного. Вот как «Печаль сатаны», там, Брэкстокер пишет. Это Мария Карелли написала. Это по стилю, по всему, сегодня все знают. Это он про Дракулу писал этот людоед-то. Это не Каллигула, как говорила это, а Дракула. Дракула. А Каллигула-то выдумано, это про Цезаря. Еще там такого не было, красный башмачок. У него этого не было. Это все, что на него говорят, это вообще не существовало. Слишком он высок был для всех, и перед его образом все меркли. И поэтому такая ненависть идет, как вот на жены Кеннеди. По сегодняшний день льют, и льют, и льют. Уже убиты, все. А они-то эти-то, а остальные-то никто. Он единственный, кто не почтил масонов и всех президентов. Один католик был. А Петров был православный? Да, священник. Православный священник. Вот и что, главное православный. В лагере, не зная, что он приговоренный, и он такое сумел написать. А в какие годы? А? В какие годы? В годы, не знаю, может быть, 27-й. Где-то в эти годы. Где самое большое разговор был. Но не 37-й, а раньше. У него был успех огромный. Он проббой живая. У меня вот для такисного православия, и там у него есть небольшой отрывок, его письмо в конце. Что у нас, говорит, на Руси не царство Христово строят, а царство попов и монахов. Абсолютно точно. Благочасовым попом. Да. Так у него, говорит, когда к нему народ съезжался, он вне церковного богослужения, пролетками там не пройдешь, говорит, целые кварталы заставлены были. Но машин-то не было. У него большие труды. Все приемли до одного. Он не реформатор, никто. Просто видел беду. И он говорил об этом. А то, когда подлизываются, такие проповеди говорят, поддержать господствующий строй. Даже убийц. Ну, как сейчас Сталин умер, когда Алексей Первый Семанский у гроба стоит и говорит, какая большая нравственная сила там ушла и прочее. Ну, все скажешь. Бога данный правитель. Кто тебя заставлял это говорить? Ну, не сказал бы и прошло. Многие храмы зарубежной церкви разрешили при Гитлере открыть. Ну, благодарение Богу. Анастасий Митрополит был тогда. Он выразил благодарность. На пленку все засняли. Как он там с гаулятером стоит, раскланивается и прочее. Ну, этого могло и не быть. Ну, это не сотрудничество. Это, естественно, я благодарю Баварина, что помог получить этот дом. И даже посолаз. Ну, что в этом такого-то? Это добро, благодарение Богу, благодарность. Но его и за это долго. А у него, за ним еще не было. Это... Человек, который себя не запятнал сотрудничеством с ГИПЕРСОМ. Сотрудничество. Я говорю, ну и какое? Никто не может сказать. Нет, ни документа. Ничего не было. А он молился за победу его оружия. Ну, раз там он живет, он молился за победу. Касаткин, Николай Японский, когда началась война с Россией, он своей пастой прямо сказал, молитесь за победу японского оружия. И пошел к себе в келью. А уж он там молился за кого, никто не знает. Ну, думаю, что за русское оружие. Но молитва была сильнее, Япония победила Россию. И вот сегодня кто-то сказал бы, молитесь за победу фашистского оружия. Он и сказал так, потому что Россия была оккупирована большими врагами, уничтожался народ, церкви. А как он должен был сказать? Никак. Вот никак бы это лучше было. А он сказал именно благословение вам, желаем скорой победы над коммунистической чумой и прочее. Ну, я своими словами говорю. Время, Агнатиньич, помолимся. Господу Богу помолимся. Милости, репрессы. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Воскресший Господь и Бог наш, Иисус Христос, мы просим Тебя. Помоги нам запомнить все, что мы слышали из Слова Твоего. Благослови нас. Ты знаешь наши желания, исполнить это благовестническое путешествие. Пошли все необходимое и место, где мы должны остановиться. И добрые жители вселения наши. Дай нам еще, священника, и место для занятия, если это угодно воле Твоей, Святой. И распусти нас с миром. Да будет благословено это место. Но врагов пролемилось. Правителям дай страх. Священникам, епископам, патриархам. Укажи на путь истины, безропотного. Служение Тебе. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. На все Христос. Давайте попоем Христос. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в ограбежи его дарова. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в ограбежи его дарова. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в ограбежи его дарова. В прошлом году мы 10-го, то есть 9-го провели перед польской границей и ждали 24 часа. У нас 10-го разрешалось в Шенгенскую зону. И мы стояли почти день раньше прибыли, и стояли, и ждали в Польшу, чтобы зайти. И как только 24 часа начали запускать тогда. Указано. Не, никаких. А нынче, это 10-го июня, день моего рождения, я встретил перед пересечением границ. А нынче, 10-го июня, у меня пересечение границы в Великобританию. Если Господь бы оставил. Помоги, Господи. А позапрошлом году, я тоже не знаю, где-то в путешествии был. Во, даты какие. Батюшка смеется, а в Канаду. Батюшка, обойдемся без этого. У нас все кончилось. Книги кончаются, и ехать еще будет. Закрывайте там, сестры.